МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа О чём говорят? В эти дни особое внимание к инвалидам по зрению. О чём говорят? Вчера был Международный день белой трости, и в губернии стартовала акция с таким же названием. Она будет идти с 15 октября до 15 ноября. О проблемах незрячих и будем говорить сегодня с моими гостями. Анатолием Казанцевым, председателем областной организации Всероссийского общества слепых, и Валентиной Тюгашевой, директором библиотеки для слепых. Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли. С Валентиной Викторовной не так давно мы встречались и тоже говорили о проблемах, правда, в более широком аспекте. Вообще говоря, о проблемах инвалидов в нашем обществе. Мы сейчас будем говорить непосредственно о проблемах инвалидов по зрению. Вот я вначале сказал, Международный день белой трости, акция с 15 по 15. Но думаю, что значит месяц быть внимательным проблеме незрячих, а затем. Вот меня как-то вот смущает вот это вот узкие рамки. Мне кажется, что нужно не то, что весь год, а всегда это нормальные проблемы. Совершенно верно. Мы мечтаем вот о том времени, когда отводят необходимость проведения неких акций. Но сегодня, к сожалению, обстановка в окружении инвалидов по зрению далеко не комфортная, если говорить особенно, когда люди находятся на улице, потому что незрячий человек прежде всего испытывает сложности в ориентировании, потому что информация, канал, по которому человек, обычный человек получает информацию об окружающем мире, это зрительный канал. И 80% информации именно человек получает за счет этого канала. Поэтому, не получив такую информацию, человеку очень сложно ориентироваться. Почему вот именно этот месячник, мы его так называем месячник, белая трость, в разные годы по-разному называли, вот Малитин Викторовна уточнила дату проведения первого месячника белой трости по Российской Федерации, это 1987 год, значит, вот в этом году 25 лет, как эти акции проводятся. Почему они проводятся вот именно в этот период? Именно вот в этот период мы все знаем, что проводится много работ по ремонту, по подготовке к зиме, в связи с этим повышается опасность для незрячего человека при нахождении его на наших улицах. Это открытые люки, это не огороженные нужным образом траншеи. Сегодня добавляется беспорядочная парковка автомобилей, беспорядочное совершенно безсистемное размещение объектов торговли, киосков, рекламных счетов. Вот все это создает серьезную опасность для инвалидов по зрению. Поэтому эти люди находятся в состоянии постоянного напряжения, находясь на улице. И вот как раз поэтому они и нуждаются, они нуждаются не в сочувствии, они нуждаются во внимании окружающих людей. Ведь белая трость – это неотъемлемая принадлежность слепого человека. С одной стороны, она отличает его в массе других людей, и, с другой стороны, она помогает ему ориентироваться, вовремя обнаружить какие-то препятствия. И вот этого внимания как раз людям и не достает. Не достает. Вот, извините, я вас перебью. Вот, смотрите, не первый год проводим мы, значит, эту акцию, да. И я больше 20 лет в средствах массовой информации, я помню, что каждый год мы все время говорим «белая трость», «белая трость». Есть какие-то позитивные результаты? Общество наше, в конце концов, привыкает? Да, движение есть, потому что эти акции, ну, как говорится, вода камень точит. Эти акции, они вписываются сегодня в то движение, которое сегодня открылось у нас и в Самарской области, и по всей России по созданию, как мы называем, безбарьерной среды, комфортной среды жизни, деятельности для людей с ограниченными возможностями, ну, в частности, для инвалидов по зрению. Мы одним из элементов как раз обеспечения безопасности незрячих на улицах наших, мы всегда рассматривали наличие озвученных светофоров. Вот если несколько лет назад, буквально года три назад, у нас в городе не более десяти было объектов светофорных, оборудовано звуковыми приставками, то сегодня, по данным городской администрации, 48 мест оборудовано сегодня светофорными объектами, всего установлено 64 приставки, потому что на некоторых перекрестках ставится не по одной, по две приставки. Вот сегодня 64 приставки, по всем данным, по данным администрации города, еще планируется до конца года установить еще 12 светофорных приставок. Но сегодня их не только нужно установить, но и действующие, которые поддерживают нормальное состояние, модернизировать их, обеспечить, оборудовать соответствующим программным обеспечением, которые бы позволили отключать светофорные объекты в ночное время, чтобы они не создавали помехи другим жителям города. И вот сегодня эта работа очень активно ведется в городе, в Самаре особенно. В Тольятти мы давно отмечали, что там Тольятти был самым таким благополучным в этом отношении с городом. Там все заявленные нам места были оборудованы светофорными объектами. То есть те места, ну где люди наиболее часто, незрячие люди бывают наиболее часто. А вот в Самаре до недавнего времени вот положение такое было довольно сложное. И вот сегодня очень хорошо, что в рамках городской программы «Безбарьерные среды» и в рамках тех мероприятий, которые проводились по благоустройству наших улиц за счет областного бюджета, вот удалось сегодня вот так вот серьезно продвинуться в этом направлении ситуацию. Мне кажется, это все не только в Самаре, Тольятти. У нас городов-то Чапаевск, Новокублическ. Мне кажется, это... С одной стороны, хорошо, что в каком-то городе делается, да, вот в Самаре вы говорите, и там в Тольятти. Мне кажется, это должно делаться во всех городах, независимо от того, областной это центр, да, или крупный индустриально-промышленный, как Тольятти. Вот. Здесь руководители муниципалитетов должны серьезно просто, наверное, или депутаты городских дум на этот счет серьезно задуматься. Вот, вы знаете, я много слышал в последнее время, что в Самаре может появиться еще система «говорящий город». Это близко немножко к тому, о чем вот вы сейчас говорили, хотя, наверное, это более такой новый виток, технологический новый виток. Вот Валентина Викторовна у нас молчит все время. Я вообще думаю, что акция «Белая трость», наверное, будет существовать теперь всегда. Потому что внимание к незрячим, несмотря на вообще технический прогресс, несмотря на то, что мы все можем сделать для слепого человека, да, оно все равно будет необходимо. Это внимание для незрячих. И очень хорошо, что сегодня начали об этом говорить. И вот я смотрю, вот я живу сама в Чапаевске, все-таки муниципалитеты тоже стали об этом задумываться. У нас тоже звуковые светофоры поставлены. Единственное, что грустно, что пока сами люди не всегда. То есть, конечно, и в этом есть позитив. То есть, очень многие люди сегодня вот слышат эту информацию, откликаются на призыв средств массовой информации оказывать внимание. И уже вот, ну, чувствуешь и в магазинах, и везде, потому что сама человек с ограниченными возможностями. Я понимаю, как, в общем, как это, когда твой зов о помощи остается в крик, выкинущего в пустыню. Вот. Сегодня позитив есть. Но работы еще, конечно, очень много. Очень много. Вот. И, конечно, очень важен человеческий фактор. И хорошо, что будет программа «Говорящий город». Хорошо, что на транспорте будут установлены оповещатели, информационные. При подъезде к остановке, например, автобус будет сообщать. Там автобус... А она еще молча, вот это вот? Ну, нет, конечно. Насколько я понял, это одна из идей, которые рассматриваются. Идеи. Пока на уровне идеи. Именно идеи. Разработки уже есть. Разработка системы «Говорящий город» разработана Санкт-Петербургским предприятием «Спецтехноприбор». Она сегодня внедряется пока в очень ограниченном количестве наших территорий. Ну, прежде всего, в Санкт-Петербурге, конечно. Ну, понятно, раз я не знаю. Сейчас вот они намечают тоже странить в Перми, Ульяновске. Мы постоянно контактируем с представителем вот этой фирмы. И сегодня он постоянно интересуется, а как у нас, значит, продвижение этой идеи осуществляется. И мы сегодня вышли в Департамент социальной поддержки и защиты населения с пакетом документов, где дается описание действий этой системы и предлагаем... Радиотрансформаторы какие-то, которые будут установлены на остановках. В качестве пилотного проекта мы хотим попробовать внедрить вот элементы этой системы на одном из маршрутов городского транспорта и, соответственно, остановочных пунктах, которые располагаются по маршруту следования. Речь идет здесь о трамвае первого маршрута, потому что он наиболее востребован, наиболее часто используется людьми незрячими. Здесь очень серьезно в этой всей ситуации человеческий фактор играет роль. Вот человек не может сесть на трамвай. Вот такие простые вещи. Вот есть остановка у нас в улице Держимского в Самаре, где проживают незрячие, находятся предприятия, где работают незрячие. И вот где останавливается трамвай? Трамвай останавливается не против остановки, как ожидает незрячий человек. Он проезжает вперед до перекрестка. Там ему удобнее, что ли, встать перед светофором. И вот бывает, что слепой человек, переходя напрямую, он попадает мимо трамвая. Вот попробуем мы... Вот это вот внедрение системы должно, по нашему мнению, вот снять многие проблемы. А как-то вот с трамвайно-троллейбусным управлением пообщаться и объяснить проблемы? Безусловно. Безусловно. Мы сегодня вот вышли с этим предложением. И, конечно, они будут внедряться у нас через администрацию города, через те службы, муниципальные предприятия, которые это будут реализовывать. Ведь, в принципе, что нужно будет от трамвая-троллейбусного управления? Установить радиоинформатор, запрограммировать на нем нужную информацию, и все. Он там энергии, собственно, никакой не потребляет. Ну, поддерживать, как обычный информатор в трамвае, поддерживать его в нормальном состоянии. Конечно, определенные затраты здесь есть, но они не столь велики. Вот мы подсчитали, что, чтобы внедрить сегодня вот этот пилотный проект на маршруте трамвая номер один, нужно оборудовать, значит, все вагоны, следующие по этому маршруту. Это не так много. И остановочные пункты, даже не все по маршруту следования, а именно те, которые наиболее значимы для инвалидов по зрению. Таких пунктов мы где-то 7-8 набрали. Ну, и надо будет опробировать эту систему вот пока еще в таком вот ограниченном варианте, а затем уже распространять ее постепенно на весь город. Я вот просто вас слушаю. Я вот еще раз то, что Валентина Викторовна говорила о теологическом факторе, где он будет, что в принципе, если бы... Да-да, конечно. Клинюсь. Дело в том, что вот любая техника – это прекрасно. Но лучше все-таки сейчас, пока эти информаторы не внедрены, сказать людям, уважаемые граждане, видите вы незрячего человека на остановке, спросите, какой вам номер трамвая нужен. Вот идет ваш номер трамвая. Не волнуйтесь, это не ваш трамвай. Если это там вместе подойти к двери трамвая, это же ведь никаких абсолютно застрах. Понимаете? Это просто человеческий фактор. Просто отношения. Ну вот, непонятно, что как-то корректно обратиться к человеку, да, вам помочь, да, вам сообщить какой, да, там, или нет, скажут, мне не надо, я там сам без вас обойдусь, да. То есть вот так вот. И тогда информаторы – это прекрасно. Это прекрасно, да. Или помочь зайти. И, конечно, вагоновожатые, когда сидят и видят, что стоят люди, особенно с тросточками, ну, остановись на остановке, а не проезжай 15 метров дальше. Это все-таки человеческий фактор, это большое дело. Во всех учреждениях, я считаю, никаких затрат не стоит обозначить ступеньки контрастным цветом. Никаких затрат. Это же не только для слепых людей. Это вообще для людей со слабленным зрением, с особенностями зрения, да, то есть ступенька не накрашена, человек идет и не видит, что сейчас будет край и дальше препятствие, которое ему нужно преодолеть. Никаких затрат. Покрасил краской в тон другой стены, например, да, чтобы она отличалась просто. И все, больше ничего не нужно. Обозначь, пожалуйста, крупным вход в свой, там, магазин, да, в отдел. Да, большие ценники сделай. И научи своих консультантов обращать внимание на тех, кому нужна помощь. Это не обязательно слепой. Это может быть человек, который, ну, просто рассеянный, или там что-то у него со зрением такое, или сегодня он в таком состоянии, что он не может обойтись без помощи консультанта, да. То есть вот белая трость, оно, конечно, мы обращаем внимание на незрячего человека, но и это такая общественная акция, которая вообще настраивает общество на то, чтобы каждый человек внимательно, чутко и бережно относился к рядом живущему человеку, к рядом находящемуся. Знаете, мне подсказывает, время подошло к концу, я просто о чем хотел сказать. Я вот просто посмотрел обращение к жителям области, стандартное, которое вы в эти дни рассылаете. Вот. Это такой призыв о помощи. Хотя то, о чем вы там пишете, это элементарные правила, которые должны соблюдаться и выполняться в любом цивилизованном обществе, вот, то вы обращаетесь к водителям, к госавтоинспекции, к водоканалу, к ЖКХ, протеряете ему услуг торговли, и там, в принципе, вы просите всего-навсего о том, что и так должно делать, не было, чтобы открытых люков, чтобы продавцы были вежливы о том, о чем вы сейчас говорили, да, выполняли свои обязанности, там, водители автобусов и трамваев точно так, что обращали внимание. Всего-навсего элементарное соблюдение правил жизни в обществе, и тогда все у нас будет хорошо. А вот те приборы, о чем мы говорили, конечно, они должны быть, может быть, они обязаны быть, но это вспомогательное, а самое главное – это отношение к людям, которые вокруг нас. Да, просто думать о том, кто рядом, и всегда помнить о том, что ты завтра, не дай бог, можешь оказаться на его месте. Не дай бог, никому этого не желаем. Это ни в коем случае, но, тем не менее, это так по жизни бывает. Давайте быть ближе к друг другу, вот я просто хочу сказать людям. Спасибо большое, что пришли, акция, да, пускай она будет месяц с 15 до 15, но мне кажется, это как просто значок такой, как условный сигнал, а так, чтобы она продолжалась бесконечно, и чтобы мы всегда обращали внимание на тех, кто рядом. Спасибо, что пришли, я напоминаю, это была программа, о чем говорят, смотрите нас на канале «Губерния». До встречи, вам еще раз спасибо.